Добрый день! Поступил вопрос, автор пишет У меня диагноз генерализованное тревожное расстройство или депрессия То есть точно диагноз неизвестен Жалобы на бессонницу, тревогу и боли за грудиной Ранее принимался саратен, это датский амитриптилин Дозировки 50 мг утром И в 17, наверное, 0-0 часов вечером 50 мг по условию протексен 25 мг Полгода было получше Потом саратен, датский амитриптилин исчез Назначили 6 таблеток по 25 мг, наверное, амитриптилина белорусского И хлопотексен 50 мг Сон пропал, появились неприятные ощущения сжатия мышцы грудиной Сейчас принимает 150 мг амитриптилина, 50 мг хлопотексена Уже полтора месяца, спит 3-4 часа, ощущения не прекращаются Настроение плохое, большой вес, не хочется ничего делать Ваше мнение, менять препарат или оставаться на этой схеме, сколько по времени? Сейчас врач планирует перевести на цепролек с 1 таблеткой Лирика утром и вечером Ваше мнение, лирика ведь малоизученный, неизученный препарат У нее есть привыкание и побочки Итак, тут два вопроса, по сути дела По поводу смены саратена на амитриптилин Почему на саратене, на датском амитриптилине состояние было более-менее ничего А при его смене на белорусский амитриптилин, белорусско-голландский Состояние так значительно ухудшилось Это как раз вопрос о оригинальных препаратах и дженериках При том, что формула амитриптилина и там, и там абсолютно одинаковая Само производство, исходные материалы, использующиеся сырье Использующиеся для производства лекарств Может отличаться очень сильно И если говорить конкретно про белорусский и датский амитриптилин То, к сожалению, да, я могу сказать, что Отличие саратена от амитриптилина другого производства очень значительно Если мы говорим о таком препарате, как саратенретард Пролонгированный амитриптилин, то вообще, несмотря на то, что амитриптилин Это один из самых старых токсичных антидепрессантов, о чем мы уже говорили Вот такой вариант его пролонгированный, как саратенретард Очень даже неплохо переносится и может быть эффективно использован Поэтому то, что при переходе от препарата одного производителя На такой же по химическому составу Но препарат, произведенный в совершенно других условиях Ситуация, состояние может ухудшиться Это, к сожалению, не редкость То, что касается вашей схемы 150 мг амитриптилина, 50 хлоропотексена Здесь есть один нюанс Дело в том, что да, и амитриптилин является успокаивающим седативным антидепрессантом И хлоропотексен является успокаивающим, классическим успокаивающим нейролептиком терцентенового ряда Но, тем не менее, все равно сон у вас нарушен Спите вы мало Конечно, схему лечения, безусловно, надо менять То есть, очевидно, что эти препараты не дают вам должного эффекта Дозировка большая И амитриптилин дозировка большая И хлоропотексена немаленькая Поэтому менять тут надо, наверное, все Переход на цепролекс Цепролекс, безусловно, является более современным и более хорошо приносимым антидепрессантом Так что переход на цепролекс в плане лечения депрессии По крайней мере, на мой взгляд, совершенно оправдан Естественно, это не мое назначение Я только анализирую ваше письмо То, что касается назначения лирики Это, конечно, должен решать только лечащий врач Только в прощном контакте В принципе, если мы говорим о диагнозе генерализованной тревожной расстройства Ее использование возможно Вы пишете, что этот препарат не изучен И на самом деле сейчас уже появилась информация И вот То, что вы пишете о формировании привыканий И о побочных эффектах Конечно, наверное Вы не даете информацию Назначалось ли вам что-то еще Но, наверное, я бы попробовал все-таки сначала классические транквилизаторы Обычный бензодиозапиновый транквилизатор Если у вас одна из основных жалоб Бессонница и тревога Вот Если бы они не помогли Вот тогда бы, наверное, можно было бы рассматривать и лирику Но это, еще раз подчеркну Должен решать только лечащий врач Непосредственно вас, наблюдающий и ведущий Дополнительную информацию вы можете найти На нашем сайте Меднаука.нет И на нашем канале На портале Всего вам хорошего До свидания